Всем привет! С вами снова Азат. Вы находитесь на канале Автосправочная. Я напомню, что на сегодняшний день по полису ОСАГО установлен лимит выплат в размере 400 тысяч рублей за ущерб, нанесенный транспортному средству в результате ДТП, и до 500 тысяч рублей за ущерб жизни и здоровью участников ДТП. При этом данные лимиты уже длительное время, многие годы не менялись. Естественно, за это время подорожали запчасти, подорожали сами автомобили, поэтому эта сумма уже давно нуждается в индексации. Буквально на днях в Госдуме в первом чтении был принят законопроект, согласно которому для страховых компаний была увеличена продолжительность максимального ремонта по ОСАГО с 30 до 45 дней. В рамках принятия данного законопроекта депутат партии ЛДПР Ярослав Нилов в ходе обсуждения выступил с предложением одновременно с этим также увеличить и максимальные лимиты выплат по ОСАГО. Он предложил внести данную доработку при рассмотрении данного законопроекта во втором чтении. Если же этого сделано не будет, то он обещал подготовить отдельный законопроект, предусматривающий увеличение страховых выплат по ОСАГО. В итоге действительно соответствующий отдельный законопроект депутатам был подготовлен. Согласно тексту данного документа предлагается увеличить размеры страховых выплат по ОСАГО на 30%. Согласно предложению депутатов фото партии ЛДПР предлагается увеличить лимит выплат по ущербу транспортного средства с 400 тысяч до 520 тысяч рублей, по ущербу жизни и здоровью с 500 до 650 тысяч рублей. В пояснительной записке данного документа указано, что данные страховые суммы не пересматривались с 2014 года. В то же время, рост за прошедшие годы страховых тарифов, стоимости запчастей и восстановительного ремонта автотранспорта, а также медицинских услуг при причинении вреда жизни и здоровью, свидетельствует о необходимости пересмотра размера страховых сумм. Учитывая доходы и расходы страховых компаний по ОСАГО, полагаем, что предлагаемое законопроектом увеличение страховых сумм на 30% не должно влечь за собой увеличение предельных размеров базовых ставок страховых тарифов и коэффициентов страховых тарифов, считают авторы данной инициативы. В данный момент текст законопроекта уже направлен для получения официального отзыва со стороны правительства. Соответственно, после этого уже его смогут в установленном порядке внести на рассмотрение в Госдуму. В случае подписания данных поправок, согласно тексту документа, размеры страховых выплат вырастут с 1 сентября 2025 года. Однако в Национальной страховой информационной системе, которая является оператором страхования на сегодняшний день, призвали водителей не спешить радоваться данной инициативе. Так, директор НСИС Николай Галушин подтвердил тенденцию роста страховых случаев, когда выплата равна предельной планке или перешает ее. Лимиты давно не пересматривались. За это время произошло радикальное изменение стоимости транспортных средств, запчастей, ремонта автомобилей. Будет увеличиваться количество ДТП, по которым виновной стороне будет необходимо изыскивать собственные средства для покрытия убытка пострадавшей стороне сверхсуммы по договору ОСАГО, заявил он. Однако стоит учитывать, что рост страховых сумм и по железу, и по жизни приведет, с одной стороны, к росту стоимости страхования, а в отдельных случаях, в надежде получить более высокие суммы страхового возмещения, к росту страхового мошенничества, с которым в настоящее время идет активная борьба, подчеркнул Николай Галушин. Таким образом, страховое сообщество разделяет идею повышения максимальных выплат по ОСАГО, но предупреждает о том, что в случае принятия этих поправок, это переведет к очередному витку роста стоимости полисов ОСАГО. Сейчас, в 2024 году, я напомню, что базовый тариф по ОСАГО находится для легковушек-частников в диапазоне от 1646 до 7535 рублей. То есть каждая страховая компания в этом диапазоне имеет право выбрать любое значение для любого обратившегося к ней водителя, и далее, соответственно, на этот выбранный базовый тариф умножаются повышающие и понижающие коэффициенты, которые зависят от мощности двигателя, от прописки, от безаварийного стажа и так далее. Таким образом, сейчас само значение базового тарифа влияет на конечную стоимость полиса ОСАГО не меньше, а иногда даже больше, чем повышающие и понижающие коэффициенты водителя. Именно поэтому в 2024 году не торопитесь покупать или продлевать полис ОСАГО, пока не сравните предложения в других страховых компаниях. Сделать это на одной странице, получив предложение от большинства крупных страховщиков, вы можете у меня на сайте. Ссылку я оставлю в описании. Вот такая вот информация. А чем же в итоге закончится рассмотрение данного законопроекта, я расскажу уже в следующих видеороликах. Чтобы их не пропустить, не забудьте подписаться на этот канал, а также на другие площадки моего проекта в соцсетях. Ссылки будут в описании. Желаю всем безопасных дорог и всем пока!